привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я буду готовить очень вкусное блюдо это баранья нога в красном вине у меня есть баранья нога я уже достал с нее кость вырезал жилу и лимфоузлы из приправ я использую черный перец селеный перец ягоды можжевельника и тимьян а также сон для того чтобы баранья нога сохранила форму я ее сначала натру пряностями и солью а потом красиво свяжу чтобы она держала форму при запекании баранья нога без кости у меня весом 1400 поэтому я беру 1 процент соли это 14 грамм и теперь я растел растер соль с можжевелыми ягодами зеленым и черным перцем очень хорошо пахнет можжевельник просто прекрасно вот так посыпаю и втираю и с наружной стороны тоже аромат очень хороший можжевельник прекрасно подчеркивает вкус баранчика теперь я слегка сбрызгиваю бараньи ногу олеговым маслом для того чтобы ароматы легче переходили в мясо внутрь бараньи ноги я кладу несколько веточек тимьяна это очень простой и быстрый рецепт но он очень вкусный вкус баранчику придает тимьян пряности а также красное вино я беру кулинарную нить и увязываю заднего барана баранья нога уже увязана и теперь я быстренько обжарю на растительном масле чугунная сковорода хорошо разогрета на ней налито обычное растительное масло я обжариваю ногу барана до легкой золотистой корочки для того чтобы золотистая корочка была равномерной по всей ножке барана я обжариваю со всех сторон я обжариваю баранью ножку до золотистого цвета теперь перекладываю ее кастрюлю в которой можно будет поставить жарочный шкаф в кастрюльку добавляю веточки тимьяна в кастрюльку добавляю веточки тимьяна для тех кто не знает я расскажу для чего я обжаривал мясо при обжарке я закрываю поры мяса и из него перестает выходить сок вот так я добавился на тимьян и выливаю бокал сухого красного вина вот столько накрываю кастрюлю крышкой жарочный шкаф у меня был разогрет до максимума я оставлю кастрюлю в жарочный шкаф и делаю температуру 110 градусов при такой температуре баранья нога будет томиться не меньше двух часов баранья ножка провела в жарочном шкафу 3 часа при температуре 110 градусов я ее достал она отдыхала у меня минут 15-20 не меньше соки прекрасно разошлись я снимаю с нее кулинарную нить и разрезаю аромат прекрасный я достаю тимьян он уже сделал свое дело баранья нога красном сухом вине уже готова перед тем как я начну дегустировать я скажу пару своих замечаний у меня очень маленькая духовка поэтому большая нога на кости в нее к сожалению не помещается поэтому если у вас есть возможность самый лучший результат даст нога полностью с голяшкой целиком 2 3 4 килограмма если вас такая есть и сделанное с красным сухим вино так как у меня маленькая духовочка я достал кость и делал в том способе какой я сейчас вам показываю красное сухое вино очень прекрасно подчеркивает вкус баранины из соусов которым томилась баранья ножка я сделал вот такой прекрасный соус уварил его он стал густым и очень ароматным да мясо очень нежное но больше всего мне нравится как оттеняет вкус бараньи ножки вот этот соус попробуйте вы его партии он будет очень вкусным ароматным с кислинкой вас баранина красном вине получилось прекрасно она просто идеально готовьте по моему рецепту вам очень понравится пишите в комментариях что вы думаете ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ссылочка вот здесь внизу и помните друзья кухня это самое спокойное место